Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня в рубрике бесплатных обзоров у нас в гостях 46-й егерский полк. В этом отряде по дефолту четверо человек, все они штурмовики, а инженер, ну, инженера можно докупить и поставить ему оружие на свой выбор. Давайте посмотрим на них поближе. Смотрите, расположился этот отряд на втором боевом рейтинге, он премиальный. Что мы здесь имеем? По внешности. Смотрите, по дефолту внешность очень даже интересная. Здесь каска в камуфляжной ткани, здесь у него анорак камуфляжный, а штанишки я уже докупил отдельно. По дефолту у него такие вот сапоги и зеленые штаны. Покупая инженера, он приобретает ту же самую форму. Сразу давайте пробегусь по инженеру. Я его вооружил акционными предметами. Это кивер первой генерации, это уникальный молоток и маузер с автоматическим введением огня. Кстати, неплохой маузер. Волен таки классный. Ну а что по перкам? По способностям. Здесь у каждого 19, 13, 22. Уже по дефолту была установлена горизонтальная отдача. Остальные перки я добавил по своему усмотрению. В принципе, они такие же и у всех. А у инженера, пожалуйста, вот инженерные перки. Вооружил я этот отряд большими патронными сумками, противопехотными минами и флягой. Но у него, у инженера тут малая фосфорная граната и тротил. Давайте я пробегусь немножко по истории этой эрмы. Я вам зачитаю статью из Википедии. Шучу, нет, не из Википедии. С другого ресурса. В начале 20-х годов конструктор-оружейник Генрих Фольмер сконцентрировался на разработке самых перспективных образцов стрелкового оружия. Пистолетов-пулеметов. В 25-м году появилась модель ВМП-1925 от немецкого Волмер машинам пистоли. В целом модель напоминала ВМП-18, но отличалась наличием деревянной ручки и магазином дискового типа на 25 патронов. В 1926-м году появилась модель ВМП-1926. А уже в ВМП-1928 вместо магазина барбанного типа был использован дисковый магазин на 32 патрона, который крепился к оружию с левой стороны. Пистолет-пулемет ВМП-1930 внешне был очень похож на ВМП-1928, но Фольмер использовал в его конструкции телескопическую пружину. Помещенную в металлический кожух и надвигающуюся в процессе стрельбы на затвор. Это сделало оружие более надежным в эксплуатации, более простым в сборке и разборке, особенно в полевых условиях. Всего на своем предприятии Фольмер смог изготовить около 400 пистолетов-пулеметов ВМП-1930. Столь малое количество выпущенных образцов не покрывало расходов на организацию их производства. Даже несмотря на то, что разработки Фольмера финансировал Рейхсфер, поэтому в 1931 году право на производство пистолета-пулемета было передано немецкой компании Erfurter Machinen Fabrik, более известной под своей торговой маркой Erma. После этого начался серийный выпуск оружия Фольмера под названием ЕМП – Erma Machinen Pistole. В различных вариантах, с разными длинными стволов, разными конструкциями предохранителей и прицельных приспособлений, а также в разных калибрах. Пистолет-пулемет ЕМП пользовался успехом на внешнем рынке. Он поставлялся в Югославию, Китай, Испанию, где был развернут выпуск пистолета-пулемета по лицензии и некоторые страны Латинской Америки. Всего было выпущено около 10 тысяч пистолетов-пулеметов. Фирма Erma прекратила производство пистолета-пулемета в 1938 году, переключившись на выпуск нового образца МП-38, разработанного на основе ЕМП. А также модификации и варианты, которые имели место быть в истории, назывались Coruna M41-44. Это лицензионная испанская копия под патрон 9х23мм Largo. Вот такой вот небольшой экскурс. Знаете что, у меня этот пистолет-пулемет Erma EMP очень сильно напомнил пистолет-пулемет Морс. Смотрите, вот здесь у нас Морс. Давайте попробуем сравнить эти пистолеты-пулеметы, потому что, ну уж очень они в эксплуатации какие-то вот немножко похожие. Давайте. Итак, таблички. Ну вот, слева Морс, справа Erma. Смотрите, калибр у них одинаковый, 9мм. Урон тоже самое, тоже одинаковый, 6,8. Начальная скорость пули тоже одинаковая. А вот теперь пошли отличия. Темп стрельбы у Морса меньше, составляет 520 против 630 у Erma. Время перезарядки Морса составляет 2,1 секунда против 2,3, что в принципе тоже можно считать одинаковым. Вертикальная отдача и горизонтальная отдача составляет у Морса 30,9, в то время как у Erma 23 и 23. Соответственно, отличается количество патронов в магазине. 24 Морс и 32 у Erma. Морс весит всего лишь 3,2 килограмма против 4 у Erma. Но визуально все-таки отличия есть. Смотрите, вот, пожалуйста. Смотрите, вот солдат с Erma, а вот солдат с Морсом. Ну, мне кажется, Морс как-то подлиннее, что ли, будет поувесистее. Хотя весит он на 800 грамм меньше. Странно, конечно, странно. Давайте перейдем к геймплею. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...